Всем привет! Сегодня я хотела снять для вас обзор бюджетной одежды, но подумала, почему бы не сделать это немножко креативнее. Что если взять каждую из этих вещей и превратить ее в какой-то интересный образ? Я решила взять исключительно бюджетную одежду. Часть ее будет с китайского сайта Алиэкспресс, вторая часть из украинского интернет-магазина Time of Style. Цены на этих сайтах практически идентичны. В общем, сегодня будет видео о том, как создать интересный образ с довольно бюджетной одеждой. Начну, пожалуй, с вот такого летнего сарафана на пуговице. Цвет называется загадочно, Марсалла. Это такой вишнево-винный оттенок. Ткань очень легкая, летящая, в составе полиэстер и хлопок. Сарафан приталенный и есть подкладка, чтобы ничего не просвечивалось. А обыграть я его решила с помощью матовой помады в тон сарафана. Также решила добавить сюда вот такую вот джинсовую курточку. У нее тоже круглые пуговички, которые прикликаются с пуговицами сарафана. Дополнено образ сумкой через плечо. Она коричневая и с таким интересным узором. И, конечно же, с бижутерией у меня браслет с вот такой вот яркой кисточкой. Образ получился довольно повседневным. Отлично подойдет для прогулок по городу. И так как я очень люблю платье, следующий образ мы будем тоже делать с платьем. Оно очень интересное. На шнуровке цвет у него мятный. Оно довольно длинное, почти закрывает коленки, но при этом хорошо подчеркивает очертания фигуры. Как видите, оно обхватывает талию и подчеркивает бедра. Рукав на три четверти. Ткань сама по себе очень плотная. В составе 80% хлопка. И 20% полиэстера. Благодаря чему оно сильно тянется. Но при этом не теряет свою форму. Мне почему-то захотелось приобретить его в более спортивный стиль. Что-то с привкусом неоновых 90-х. И конечно же первым делом я наношу яркую розовую помаду. Волосы я завернула в две вот таких вот довольно свободных бульки. И зафиксировала невидимками. Образ можно дополнить какими-то яркими солнцезащитными очками. И для этого платья я выбрала вот такие вот мятные часы с белым циферблатом. Этого мне показалось мало. Я добавила еще пару браслетов. Пускай все будет максимально ярким. И конечно же куда нам без рюкзака. Я взяла вот такой вот белый. Из искусственной кожи. Он маленький на длинных шлейках. И мне кажется идеально под этот образ будут белые кроссовки. Кстати напишите в комментариях какой из образов вам понравится больше всего. Ну а если ничего не понравилось, то тоже напишите. Время разбавить нежнятину. И следующий образ у нас будет с рваными джинсами. Такие немножко бойфренды с завышенной талией. Они из плотного джинса в составе 100% хлопка. То есть они вообще не тянутся. Поэтому берем смело на 2-3 размера больше. Потому что я в свои еле влезла. Здесь мне захотелось немножко такого американского стиля. А-ля девушка из колледжа. Конечно же здесь не обходится без белой футболки. У меня вот такая вот самая простая. Которая просвечивает мне все белье. Но тем не менее она довольно хорошо пропускает воздух. Дополняю ее конечно же клетчатой красной рубашкой. Куда же мы без этого. Надеваю ее поверх. И завязываю на талии таким узелком. Из аксессуаров добавляю сюда чокер. Мне кажется он смотрится более органично с этим образом. Волосы делаю максимально растрепанными. Пускай это будут такие небрежные, локоны а-ля после моря. С такими джинсами образ получился довольно дерзким. Ну а мне немножко напоминает одежду из американских сериалов и ситковых. Кстати, если знаете хороший сериал, пишите внизу в комментариях. Следующим тоже будет платье. Но оно я бы сказала в такой национальной расцветке. Ткань у него синтетическая, но она очень легкая и практически мне мнется. Цветочный принт очень яркий. По-моему это астры цветы. Длина у него в пол. И резиночка на верхней части позволяет нам делать разный вырез. Или вот такой как сейчас, или прям можно обнажить плечи. Платье само по себе очень самобытное и обыграть я его решила более в таком национальном стиле, скажем так. Добавила сюда матовую красную помаду. Из бижутерии я выбрала сережки в виде таких красных ягодок и очень аккуратный кулончик с белым камешком. Волосы заплела в такую небрежную объемную косичку. И в общем-то мой образ готов. Мне не хотелось перегружать это очень нежное женственное платье. Я прям вижу этот образ на фотосессии на природе. Или можно надеть его на какой-то национальный праздник. Я вам обещаю, вы незамеченные оттуда не уйдете. И последний образ я решила сделать более такой повседневный. Обыгрывать я буду вот такую вот майку. В составе 95% хлопка. Очень такая летящая, летняя. В общем идеальная для жарких дней. Допомнить я ее конечно же решила шортиками. И да, это именно шорты, а не юбка, хотя выглядит очень похоже. Выполнена из вискозной ткани. Очень приятная к телу, такая играющая. Они с высокой талией на молнии сбоку. Очень хорошо подтягивает животик, что мне очень актуально. Но при этом сдалека выглядит как будто вы в юбочке. Но вы не стесняетесь сесть где-то, чтобы у вас там ничего лишнего не было видно. И вообще это самый удобный образ для прогулок на улице. Да вообще для пляжа. Что может быть лучше натуральных тканей и удобных фасонов. Образ я дополнила вот таким вот браслетом. С множеством-множеством разных подвесок. И сумочку я тоже решила взять яркую. Она идет через плечо. И вот на ней как будто множество значков или таких нашивок. Но на самом деле она гладенькая. Это просто вот такой вот рисунок. К ремешку она крепится на узелках. И за счет этого ее легко превращать в косметичку. Что кстати очень удобно. Такое выходит два в одном. Мне например очень понравился этот образ. Именно в таком виде я часто хожу на улицу. Напишите мне в комментариях какой образ вам понравился больше всего. Первый с платьем и джинсовой курткой. Второй неоновый с мятным платьем. Третий с рваными джинсами и рубашкой в клетку. Четвертый женственный и колоритный. Или последний пятый удобный ежедневный. Назовем его так. Если вам ничего не понравилось. Пишите в комментариях как бы вы отыграли каждую из этих вещей. Мне будет очень интересно почитать. Огромное спасибо Сереге за его операторскую работу. Я прям первый раз в жизни почувствовала моделью. Хотя такой немножко кривоватой моделью. Давайте будем честны. Подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока. Продолжение следует.